Ну что ж, всем привет, ребят! Сегодня вместе с вами мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Mountain Blade Эпоха Турниров. Сейчас ночь, без 20 час, к сожалению, с утра у меня не было возможности снять ролик, поэтому если я буду немножко подтупливать, за это я, собственно говоря, прошу прощения. Ну что ж, в прошлом эпизоде мы с вами помогли торговцу, закончили самую основную часть квестов, поэтому сейчас у нас, как я понимаю, заданий нету. В королевстве, вернее, в городе Праве нет совсем никаких правителей, поэтому задания мы, опять же, ни у кого взять не можем. Что у нас там с отрядом? У нас есть свадийские набранцы. Я слышал, что в тренировочном лагере, вернее, вы в комментариях, ребят, спасибо большое, написали, что в тренировочном лагере можно, или в тренировочном поле, или где-то там, в общем, в подобных местах можно нанять конницу дешевую, поэтому этим мы в ближайшее время займемся. Но сейчас, я думаю, мы отправимся в город Суна, для того, чтобы подыскать там какой-нибудь себе графа, или если повезет короля, и понабирать у них задания. Потому что сейчас у нас в королевстве свадия очень важно набрать какой-то авторитет, потому что мы будем играть поначалу за это королевство, а в будущем, я думаю, мы займемся тем, что создадим некое свое королевство. Так, кто это у нас здесь стоит, и что он может нам сказать. Это у нас граф Кларгус. Хорошо, меня зовут Анатолий, к вашим услугам. Мы знакомы. Мы знакомы? Я граф Кларгус, вассал королевства свадия и владелец Суна. Окей. Ла-ла-ла, он, в общем, ничего интересного не говорит. У вас есть для меня задание? Есть одно дело, которое вы могли бы мне помочь. За то, что один негодяй, известный под именем Печнак Яробор. В общем-то, я его поймаю и накажу по заслугам. Сейчас я вам объясню, в чем суть этих заданий. Они, в принципе, все у всех графов однотипны, поэтому не вижу особого смысла вечность этого всего читать. В общем, нашему уважаемому графу Кларгусу какой-то один негодяй что-то плохое сделал. И по заданию мы должны его выследить. Как говорит наш граф, он находится в деревне Ребелет. Поэтому мы прямиком к ней отправляемся. Потом мы направимся к центру деревни. Кстати, наш персонаж... А нет, он еще все-таки первый уровень. Я думаю, он за это время, пока мы играли, прокачался. Очень интересный факт, ребята. Мы играем с вами в таком режиме, что мы не можем сохраняться во время игры. Мы можем только сохраниться и выйти. Поэтому во время записи я сохраняться не буду. Это прибавляет некой хардкорности. Поэтому мы будем стараться не принимать плохих решений и делать все правильно, так сказать, как полагается. А в общем-то мы направляемся в деревню. Я думаю, мы немножко подождем утра, потому что нам нужно будет искать его в центре деревни. И я не хочу, на самом деле, по этому заниматься ночью. Поэтому мы подождем рассвет и направимся, собственно, к центру деревни. Что нам нужно? Нам нужно найти некого подозрительного нервного парня, который будет с оружием. В общем-то его, по сути, сразу же будет заметно. Тут в деревне пока идет дождь. Нас здесь никто, кроме него, не интересует. Обычно такие вот скрытные нервные личности прячутся либо где-то за домами, либо где-то в непонятной пустоши. Поэтому, я думаю, мы быстро его найдем. Хотя, кто знает, бывали времена, что я довольно долго искал этих разных негодяев. Так, нам нужна какая-то нервная личность. Так, кто это у нас? Нет, это, по-моему, обычные горожанины. Ничего они из себя не представляют. Поэтому мы бежим вперед. Осматриваемся по всем сторонам. Потому что это подозрительная личность. Она имеет свойство где-то прятаться. Поэтому нужно как можно внимательнее за всеми наблюдать. Это у нас обычный крестьянин. Он нас не интересует. Кстати, довольно большая у них деревня. Поэтому придется, наверное, все-таки поискать. За домами, везде мы смотрим. По идее, он должен быть где-то здесь сверху. Сейчас мы ему надаем люлей, если найдем. Хотя, может, он кажется каким-то сверхсильным и надает люлей нам. Кто знает. Так, этот, по-моему, тоже обычный крестьянин. Он у нас абсолютно не интересует. А, вот он, вот он. Видно уже с оружием. Наш уважаемый нервный человек нам уже спешится. Потому что я не люблю один на один сражаться верхом. Мы возьмем наш меч и поговорим с ним. Что вам нужно? Я ищу убийцу. Его зовут Печнак Яробор. А вы как раз подходите под его описание. Не понимаю, о чем вы говорите, господин. Я никого не убивал. Вы меня не за того приняли. Тогда отпусти меч. Если вы ни в чем не виноваты, то и бояться вам нечего. Сейчас мы поговорим о ваших соседях. Если они все подтвердят, я двинусь себе дальше. Дружище, я никуда не уйду. Сегодня ему придется сразиться за свое серебро. Запросто. В любом случае, мне нужна ваша кровь. Умри, собака. Ну, посмотрим, кто еще из нас собака. Что-то он совсем не сопротивляется, по-моему. Ну, я уж не против. Чего ж там. Так, теперь мы отправимся обратно в Суна. Для того, чтобы рассказать нашему уважаемому графу о своих подвигах. Мы прямиком идем сдавать ему задания. Дело в том, что может быть такое, что он уйдет в какой-то другой город или на захват, допустим, каких-нибудь городов, королевства, роддеков. Вот поэтому надо как можно быстрее. Так, в турнир я не хочу сняться с турнира. Нет, пока есть шанс. Да, это в смысле нет, пока есть шанс на победу. Слушайте, я не то нажал. Ну, давайте, давайте поиграем в турнире. Почему бы и нет? Поставить на себя. Ну, 100 динара поставим. Вы хотите поставить на себя 100 динар, то получите 1300 динар. В любом случае, я согласен продолжить сражаться в следующем раунде. Так, что это у нас? Желтые против зеленых, да? Окей. Я бы, на самом деле, ребят, спешился бы с конем, потому что я, скажу честно, не особо люблю сражаться на коне, хотя знаю, что в этом есть огромное преимущество по скорости и вообще, в принципе, по всему. Ну, здорово. Я, кстати, так сразу и не заметил, что в Суно происходит турнир. Мы его пройдем с радостью. Кстати, на турнире можно неплохо заработать, учитывая, что это Mountain Blade эпоха турниров. Здесь турниры реализованы здорово. Сначала мы сражаемся команду на команду. Здесь есть определенное количество разных челленджей, заданий, поэтому, я думаю, будет весело. На самом деле, я сейчас бы сделал какой-нибудь скриншот для превьюшки. Давайте мы сейчас будем вот так вот бежать. И я сделаю скриншот для превьюшки вот так вот. Нет-нет-нет, слушайте, не так. Вот я буду бежать, я буду замахиваться и... А мы что, выиграли уже, что ли? Ладно, тогда в следующем сражении победа за вами. Поставить на себя опять 100 динар. Продолжить. Сражаться в следующем раунде. Я уверен, себе ух, я не люблю подобные пики, но... Да ладно. В общем, я скриншот сделал. Я думаю, вы это услышали, как оно в стиме пикнуло. Ну, я думаю, это не о чем вам помешало. Я делаю скриншоты, как вы заметили, в каждой превьюшке у меня разный скриншот, поэтому мне приходится на каждый ролик их делать. Вот в этот раз вы увидели, как я это делаю. У меня, в общем-то, есть шаблон, я там просто циферки меняю и картинки. Поэтому все клево. Так, а ну-ка, засранцы, идите сюда. Так, с моей командой я один остался, да, что ли? А вот зеленых еще двое. Слушайте, я бы такой, что сейчас бы спешился бы с коня и взял бы мечик. Потому что вот эта вот алебарда, она мне особо не нравится, если честно. Так, у него тоже, да, королевская пика. Это мне не интересует абсолютно. Так-то так, учебный меч. Вот это другое дело. Ну, давай поверим теперь. А, это два зеленых осталось, слушайте. Так, я тут могу проиграть. Ага, нет, мы один на один остались. Но этого парня-то с пикой я одолел, потому что... Пика... Ой, я его еще в угол так приятно сажал. Пика бесполезная, если на близких расстояниях сажаться. Она полезна очень хорошо. Пика против конницы. То есть мы своим отрядом ставите пики, и конница не бежит и спотыкается от них. Поставить на себя 100 динар, продолжить сажаться в следующем раунде. Ага, тут у нас 2 на 2. Слушайте, по-моему, у нас какое-то весомое преимущество. Мы на конях, а они нет. Так, опять можно... По возможности надо у него меч забрать. Так, щит меня не интересует. Давайте мы спешимся. У нас два щита, да? Здорово. Так, учебный меч меня интересует. Да хватит, чувак. Учебный меч. Теперь давай поварим. Ну, слушайте, наш товарищ лихо справился со всеми... ...нашими соперниками, поэтому нам повезло. Поставить на себя 100 динар. Слушайте, да сколько уж у меня денег-то? Сажаться в следующем раунде. Так, а здесь что у нас? 2 на 2. Ну, в этот раз оружие, которое мне подходит, двуручный меч. Поэтому этих мы, я думаю, настигнем. Так, вбок, да? О, минус 1. Пока они там в углу тискаются, мы тихо-тихо-тихо подойдем с мечом. И тоже надаем люлей этому молодому человеку. Слушайте, я прям двоих нагнул. Теперь я явный MVP в этом турнире. Так, сажаться в следующий... Стоп, стоп, стоп. А, я забыл поставить на себя. Чего же я такой невнимательный? Невнимательный, наверное, потому что поздно. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Вот так вот. 10 урона, пожалуйста. Мы можем его сбить с коня, если атаковать коня. Но это нам неинтересно. Хотя нет, мы все-таки сбили его с коня. Давайте мы тоже слезем, чтобы сделать настоящий рыцарский турнир. Один на один, без коней, без всяких премудростей. Правда, он с бесполезной пикой. И он вообще ничего мне не может сделать, как я понимаю. Так что... О, кстати, наше оружие одноручного... Вы улучшили свое мастерство в одноручном оружии. Поставить на себя. 50 динар. Продолжить, у меня просто денег. Походу, больше нет. Нету сражаться в следующем раунде. О, здесь прям интересно-интересно. Один на один, господа. Ну что ж. Так, вбок. Ой, ошибаешься ты. Не рассчитал парень рейндж, поэтому мы его легко с трех ударов уделываем. Продолжить. Вау. Мэдзивол Таймс. Открыто новое достижение. Ну что ж, приятно. Направиться в замок. Мы поговорим с графом. Он нам должен заплатить за наши подвиги. Так, мне бы хотелось поговорить с вами. Нет, что касается заданий, которые вы мне дали. Я еще работал этим. Он принес себя. Господин, эти деньги мне пригодятся. Дело в том, что здесь есть возможность сказать, что это кровавые деньги, но деньги мне сейчас нужны, поэтому эти деньги мне пригодятся. Собственно. Так, мне бы хотелось кое-что спросить. Мне интересно, с кем воюет наше государство? Как дела на войне? Мы воюем с киргидским ханством. Хорошо, интересно. Расскажите мне о киргидском ханстве. В бою еще не определились за победителя, но, похоже, удачно на нашей стороне. Король Гарлаус желает завладеть своими старыми землями, такими, как замок Унуздак, ныне находящийся в руках Усаньярхан. Хорошо. Это все, что мне нужно было знать. Пока что меня больше ничего интересует. Хотя нет. Есть ли у него еще для меня задания? О, отлично. А мне нужно отправить письмо к король Гарлаус. Хорошо, пожалуйста. Я пока что еще не настолько крут для того, чтобы отказываться от заданий. Сейчас мы посмотрим, где находится этот уважаемый король. В Правине, да? Ну, Правине далеко. Грех туда не отправиться. Повысить себе репутацию. Поэтому погнали. Пока мы посмотрим, что у нас в отряде. О, мы у нас повысили уровень, да? Хорошо персонаж. Ой, мы уже третий, слушайте. Так, нам нужно что? Нам нужно, я думаю, чуть-чуть харизму будем качать. Чтобы докачать хотя бы до четырех лидерств, а дальше уже будем идти в атрибуты. Владение оружием не нужно. Я прокачивал двуручное оружие, да? Я вот думаю, либо брать двуручное, либо одноручное. Давайте все-таки будем прокачивать одноручное оружие, потому что с двуручным нас быстрее убивают. И тогда прокачаем себе владение щитом на двушку, потому что с одноручным оружием владение щитом очень и очень полезное. Отряд, я даже не знаю, давайте прокачаем наш отряд В ополченцев, почему бы и нет В любом случае, потом мы, может быть, их распустим Потому что, как я и говорил, повторяюсь в очередной раз Я хочу сделать себе конницу, ребят Конница это здорово, конница это клево Поэтому я буду ждать именно ее Ага, король находится здесь, поэтому мы понемножку к нему идем А нет, слушайте, здесь нет короля, или он где-то прячется По всей видимости, он где-то прячется Ну что ж Он, может, кто-то отъехал А вот он, король Горлаус, убегает от нас Скорее всего, он не от нас убегает, он патрулирует вокруг правильно Ну что ж, меня зовут Анатолий, к вашим услугам, мой господин Мы, король Горлаус, правитель королевы Сосвадия и владитель Владелец, что? Владелец, наверное, ну да ладно Так, даже если вы из простолюдения, всегда еще хороших людей, которые сражались бы на моей стороне Если, конечно, они сумеют себя проявить Вам передают сообщение Ну посмотрим, ну и ну, хорошо, что вы доставили мне это сообщение, Анатолий О, прям Анатолий Возьмите мою печать в качестве доказательства, что я получил его И пусть граф Кларгус получит мой привет Хорошо У вас есть для меня задание Возможно, вы знаете, что мне принадлежит город Прайон Если Прайон не отличается мнение налогов О, слушайте Сейчас мы будем сбивать налоги у Правина Правин это очень клевый город, поэтому На самом деле, во время сбития налогов с города Мы портим отношение себе с этим городом Но лучше иметь отношение с королем, чем с каким-то городом Поэтому мы соберем налоги Где здесь у нас? Подождать здесь некоторое время, собрать налоги Погнали Это довольно скучное занятие Пока мы ждем Но зато мы получим всякие плюшки от короля Так, жители, Правин, в ярости от ваших требований Зовут Неначка грабителя Они могут подняться против вас, если продолжить на них давить Ну, извините Король Горлаус может рассердиться А мне этого не нужно Поэтому мы проигнорируем и продолжим Король уехал куда-то налево Наверное, куда-то Даже не знаю, куда он уехал на самом деле Мне потом его в любом случае надо будет искать Для того, чтобы отдать ему дань С его города А вот он теперь поехал направо В суно по всей видимости Ну что ж Вау! 5000 динара Великолепно О, мы еще даже продолжаем Продолжаем, продолжаем Король находится здесь Давайте быстрее собирать, чтобы я ему отдал всю дань Король, ну куда ж ты бежишь? В общем, я так понял По сути, постоянно просто патрулирую Это вокруг правильно Поэтому Мне кажется, мы сможем его найти В ближайшем будущем Я надеюсь, вы не слышали Как у меня только что скрипнул стул Я ножкой его задел Даже не стул скрипнул А под ним какая-то штука Которая заставляет его опускаться И подниматься Да сколько можно-то? Хватит уже дологи платить Король, имей совесть Бедных жителей Грабить Как они сами выразились Так Король, садя потерял поражение Здесь нам указываются все политические всякие Вау, сколько все читать-то Киргинская А меня это не интересует На самом деле Мне нужно просто получать авторитет У короля, у всех его графов Поэтому Сколько можно уже собирать Это да не Ну, сейчас мы, кстати, продадимся Хорошенько На рынке Ничего себе покупать Пока не будем Ага, вы собрали Шесть тысяч динар Окей Король ожидает Это здорово Отправиться на рыночную площадь Мы сейчас Продадим всю эту чушь Которую у меня здесь есть Ой-ой-ой Рыбку я не хочу продать Я ее случайно продал Слушайте, у меня уже заканчивается Еда Нам бы что-нибудь купить Хорошо Я думаю, мы продадим Арбалет Он нам, в принципе, не нужен Стрелы продадим И продадим шапочку нашу Шерстяную Так, король находится В замке Мы сейчас это проверим Нет, короля нету Так, а ну-ка Что это Уйти Король должен патрулировать Город, как я понимаю, да? Давайте мы тогда Здесь немножко подождем Это его Продолжить путешествие Это его собственность Поэтому рано или поздно Он сюда придет Подождать здесь некоторое время Прямо с палаткой По красоте Король, приходи Я так помню, у короля Большое войско 190, по-моему Солдат Поэтому мы его не пропустим А вот и он Пожалуйста Вы снова встретились, Анатолий Что касается заданий Которого вы мне дали Вот Правин передает вам налоги В размере 6107 динар Вы можете забрать себе Около 1222 динар Отличная работа Просто отличная Великолепная Все дела У вас еще ли есть для меня задания? Нет, Анатолий Задания у меня для вас нет Хорошо Ой, стойте, стойте, стойте Так, у нас А, нет У нас совсем нет заданий Ну что ж Тогда мы отправимся На тренировочное поле По-моему Здесь мы можем набирать Войско конное Я хочу это проверить Оно в любом случае Недалеко Поэтому проверить стоит Я думаю А пока будем думать Чем будем заниматься Здесь иногда в тавернах Шляются такие ребятки Которых забрали якобы троны Они хотят Наладить власть Может мы к ним примкнем Но в идеале Я хочу сделать свое королевство Которое захватит Здесь все к чертям И По сути это будет Какой-то логический конец игры Если мы все захватим Абсолютно Поговорить Ага, ага Ага Позаниматься верховой издой Нет, это не А поговорить с тренером Ох, слушайте ФПСки-то проседают Добрый день Парниша Ищи приключений Нет, у меня нет вопроса На самом деле Я не хочу приступать Крайф Подождите Мне надо подготовиться Я не хочу быть в тренершном Потому что я знаю Как сражаться По сути А в ФПСки все проседают Неприятно Что ж Тогда мы отправимся Понемножку в Суна Посмотрим Есть ли там какие-то графы Потому что король нам задания Давать не хочет Почему-то Хотя, несмотря на то Что мы его задания Выполнили великолепно Не знаю, почему Он нам не хочет Давать новых заданий И еще не знаю Что у меня с ФПС происходит Вот сейчас Двадцать три Что это такое Странно Ну что ж Ага Это у нас опять король Это у нас разные крестьяне А вот Граф Плайс Может ли он нам дать Какое-то задание Хорошо, что у нас всего Десять юнитов И мы Намного быстрее У вас есть для меня задания Видели вы Обязанно Наемки Безрежь компания Отлично Я присоединюсь к королевству Свадия Ну что ж Интересный выбор Могу ли я присоединиться Королевству В принципе могу На первое время В любом случае Потом мы можем Сделать свое королевство И захватить Все эти шутки Поэтому я сейчас Пожалуй присоединюсь к королевству Свадия Превосходно Конечно Придется сделать формальное заявление Об верности И дать клятву Что Вы наше транс Остаться с службой Королевству Свадия Сроком не менее Чем Один месяц Без проблем Вот и хорошо Так У нас ухудшились отношения С кирокийским хадсом Зато отношения С королевством Свадия Улучшилось Вот хорошо Вы сделали мудрый выбор Друг мы Королевство Свадия Не бедное касается Вы получите на свою службу Достойное вознаграждение Теперь я предлагаю Подготовиться к серьезной кампании Тренируйте Сорядитесь Своих бойцов Нелучшим образом И будьте готовы Выступить По первому сигналу Окей У вас есть для меня задание В последнее время Стычки с другой группой Пленки Сейчас у вас есть Солошение обмена Пленки Их отпустите Мы вернем взамен Строгой жилист Какого же ранга Пленков Как раз нет Поэтому мне нужны Хиргидские застрелы В общем Это нужны пленники Без проблем Если мы Найдем каких-то Хиргидских пленников Клевых В принципе Можем Дружить с ними О Впски наладились Все здорово Нам нужно захватить Кого? Нам нужно захватить Шесть пленных Хиргидских Застрельщиков Слушайте Ой-ой-ой Это задание мы скорее всего Провалим Потому что я не хочу Качать пленных А я их могу брать Пять Мне нужно их десять Если что мы Сначала дадим ему пять Потом еще одного Как-то так И вообще На самом деле У меня слишком слабенькая Армия Для того чтобы сражаться С другим королевством С какими-то графами его Поэтому мы Провалим это задание Мы ухудшим отношения С графом скорее всего Вот Я хотел пойти в Тавир Посмотреть Что здесь у нас интересного Что-то клавиатура У меня уже немножко Подлагивает К сожалению Так Что это у нас Это у нас Наемный конный воин Этих мы берем Я и шесть моих воинов Берем Две тысячи динар На хороших конников Не жалко И здесь у нас Дешави Что вам надо Не приближайтесь Спросите Мне казалось Что вы чем-то расстроены Расстроены Ну да Можно и так сказать Мне не повезло Мой отец не слишком Заботится обо мне Выдал меня замуж За бездельника И пьяницу Который меня бил Когда я сбежала От мужа Мне снова не повезло Я попала в руки бандитов Лишь одна из моих Лишь один из них Был добр ко мне Он научил меня Охотиться и драться Но потом Мне снова не повезло Его прирезали Из зависти И мне пришлось Поступиться в бега Но я совсем Не считаю себя несчастным Этого вонючего болота Этой навозной кучи Населенными обезьянами И шакалами Хм Работу вы случайно не ищете Может быть Деньги мне точно не помешают Не скажете Но Да-да-да Но скажите вашим последователям Что я не терплю Неоттесанной деревенщины Любой кто будет вести себя Неподобающе Быстро получит стрелу в глотку Ух Я приму вас Но постарайтесь Не присутить никого В первый же день Отлично Дайте мне несколько минут На подготовку И может будем отправляться Отлично У нас есть новый воин Который абсолютно бесплатно Согласился с нами идти Это более прекрасно Чем я думал Обычно они Требуют денежку И сейчас я хочу К сожалению Распустить Отряд моей пехоты И распустить Отряд моих Освадийских новобранцев Уж простите ребят Но мне нужна конница И у нашей Дешави тоже должен быть конь Поэтому мы отправимся В правильный Отправимся на торговую Порщит И с торговцами Лошадьми поговорим И возьмем Самого ей дешевого коня Уж прости Денег у меня пока не много Теперь мне нужно Отправиться В лагерь Нет стоп Продолжить путешествие Нужно отправиться В отряд И поговорить С нашей уважаемой Дешави Поговорить Дайте слюну На ваше снаряжение И коняшку Ей подарим Ой Она не может Ездить на коняшке Ну уж Прости Тогда ты нам Не нужна Хотя мы посмотрим Сейчас ее навыки Что она себя представляет Мощный выстрел В общем то она Лучник Как я понимаю Слежение Поиск пути Зоркость Хороший Хороший боец Тогда ладно Давайте пока Пока она будет У нас И при первой же возможности Я прокачаю ей Конную езду Так что хорошо Ладно Отправимся В Суна Теперь Потом мы можем Отправиться В Аксхал Дерим Нам нужно Подправиться В большинство Городов Королевства Свади Поговорить Со всеми графами Так как мы сейчас Состоим Именно в этом Королевстве Мы воюем С киргидским ханством Где же оно А вот оно И можем пойти Уже начинать Грабить их деревни В принципе Обычно жители Конечно могут Противопоставить что-то Но Как я уже говорил В предыдущем ролике Что 10 бравых солдат Спокойно могут Перебить 150 Где-то Всяких Слабеньких Слабеньких Селянинов Так Кто-то у нас еще Странствующий Это нам не интересует А вот Лизалит Может быть нам полезнее Добрый день Что вам угодно Просто Побеседовать с товарищем Путешественником Если вы не против Хорошо Я не против Меня зовут Лизалит Я второй сын Графа Джерой О котором вы Несомненно слышали Честно говоря Не слышал Наследство мне не светило Поэтому я отправился К радио Чтобы обучать людей Искусство Боя И тем самым Разрабатывать денег К сожалению Местоправитель не понимает Что без муштры Чернь солдат Не превратишь Я говорил Что лучше пороть их сейчас Чем хоронить потом Но лорд не слушал меня И велел убраться Так что если вы знаете Кого-нибудь командира Который предпочитает Выиграть битвы Они зюкаются солдатами Я бы сразу Обсудил с ним Возможно Вы мне пригодитесь Мне будет очень приятно Путешествовать с вами Пусть и недолго Почему недолго Неплохо было бы Заработать Получить какую-то добычу Отлично А нет Стоп Давайте прочитаем Сначала Я хорошо владею мечами Научивающих солдат Драться Отлично Здорово Превосходно Но предупреждаю Что я не стану Злужить командиру Который не поддерживает Дисциплины Поэтому Потому что Такого ни один Судат не будет Отлично Вы мне пригодитесь Да Последнее Могу ли я попросить Заплатить Перед тем 400 динар У меня такой принцип Никоник заниматься на работу Не получить достойную заработку Не проблема С хорошего воина 400 динар А вот теперь Я думаю Мы можем В принципе Если Лизалит у нас Катается на коне Распустить Прошлого нашего воина Я хочу взглянуть На ваше снаряжение На коне Ты катаешься Катается Ой Ну красавчик А ну-ка Что это у нас 24-26 О У него даже меч Еще круче Чем у меня Мы возьмем Пожалуй Его меч себе 14 И ботиночки Его еще стрельнем Отлично Ну что ж Тогда Мы можем Знаете чем заняться Мы можем Дешевье распустить Она в принципе Не нужна Нам придется Разделиться Да Нам нужно разделиться До свидания Так У нас теперь все на коняшках Поэтому у нас По сути уже Какое-то конное братство В Суну У нас здесь нет Никаких графов Хотя вон Граф Кларгус Может у него есть Для меня задание Было бы клево С конницей мы очень быстро Передвигаемся Мы снова встретимся Для меня Знания Нет Нет заданий Хорошо План действий Я пока Предлагать не буду Потому что у меня Довольно слабая армия Мы подчуть набираем Конных воинов Катаемся Еще нам нужно Сходить В Уксхал Дерим И вообще по дороге Если мы встречаем Каких-то графов Обязательно будем К ним заходить Брать задания Потому что это дело Нужное Это дело важное Этим заняться стоит Ну что ж Бежим понемножку Так что это у нас здесь Логово лесных разбойников Кого это ты преследуешь Мы можем в принципе Сейчас опробовать Наших Конных войск Подождите Мне нужно посмотреть Есть ли здесь кто-то Нет здесь абсолютно никого Но мы глянем в таверне Может у нас есть какие-то Полезные конные воины Охотники караваны Не интересуют Странствующий ашик Тоже меня не интересует И посредник тоже Меня не интересует Абсолютно Поэтому мы Пойдем на лагерь Лесных разбойников Почему бы и нет Хотя в принципе Я боюсь на самом деле К ним идти Давайте мы все-таки Повременим наверное Отправимся в Дерим Но зато мы знаем Где он находится Поэтому мы туда Можем вернуться Думаю в следующем эпизоде Мы по чуть-чуть Начинаем разграбливать Начнем разграбливать Киргидское ханство Потому что очень Прям Огромное количество денег Отдается за ограбление Вражеских Селений На корот Мы пока нападать не будем Смысл в том что Единственный минус При этом Это то что Наши войска То есть прям такие Квалифицированные Как у нас Лизолит допустим Они могут Жаловаться На то что Мол мирные жители Бла-бла-бла С ними лучше Ходиться хорошо Потому что Мы их мол сильнее Но Лизолит по моему Так делать не будет Он про это мне не говорил Если у нас будет Один какой-то Злобный воин То в принципе Это нам мешать не будет Главное что Было что кушать Нашим ребятам Кстати про кушать Мы сейчас зайдем на рынок Возьмем себе еды немножко Есть ли здесь Кто-то в замке О граф Тамар Со своим отрядом Интересно Есть ли у него для меня Какое-то полезное задание Сейчас мы Спросим у него Так что ты можешь мне предложить Если у вас нет задания Да что ж ты делаешь Паскудец Мне нужны задания Мы сейчас посетим Таверну Отправимся на рыночную площадь Закупим еды Пожалуй фруктов возьмем Даже не знаю Ну и хлебушка возьмем Ну и мясо Давайте мы курятину Пусть наши солдаты Кушают хорошо И войдем еще в таверну Посмотрим Что здесь у нас есть Есть ли здесь какие-то Конница Какая-то бундук Да И наемный всадник Наемный всадник Это здорово Мы их берем абсолютно всех Потому что Конница мне нужна Здорово брат Выпьем же за то Чтобы все эти Высокородные лорды И мамзели Сдохли медленно И мучительно Почему вы так говорите Долгая история Но вы Но если вы закажете себе выпить Я с радостью расскажу вам ее Я был сержантом В гарнизоне Тут В Дериме Ну я Так Я охранял этот город 20 лет Побывал В несметном количестве драк Получил немало рана Потом Командирующий Командующий Назначили Сопливого Кабризного Принсика Он едва От мамкиной юбки Оторвался Он застал меня на страже На вершине башни Когда мой галет Был незаряжен Дождило тогда И я снял тТУ Чтобы не Провисало Но Принсик сказал мне Что незаряженный Галет Признак Недобросовестности И Отхлестал меня Лошадиным клутом Тогда Во мне что-то сломалось И я покинул свой пост Теперь я напиваюсь тут До потери сознания А будущее Пусть катится Ко всем чертям Если вы ищете работу То мне как раз нужны Опытные бойцы Правда Что ж Это намного лучше Это намного лучше Чем бальтаться В петле За дезертирство Вы не пожалеете Что приняли меня Я отлично управляюсь Арбалетом Это великолепное оружие Она пробьет доспех Любого принца И его голубая кровь Ручьем хлынет на землю И мне довелось Тренировать рекрутов Больше чем вам Много больше чем вам И с аристократами Я не церемонюсь Хорошо мы будем Относиться к вам Должным уважением Это хорошо Но я прошу Последнее одолжение Капитан Здесь у Дерима У меня есть женщина Она работает в таверне Говорит что беременна от меня Я бы хотел оставить ей Немного денег Перед тем как уйти На ребенка Не могли бы вы мне Одолжить 200 динара Не вопрос Отлично Дайте мне Несколько минут На подготовку И можно будет отправляться Теперь мы возьмем Коняшку для бундука Прежде всего мы спросим Может ли он кататься На коняшке Может ли у него Сразу есть Бундук Так Расскажите мне О своих навыках Конная 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 Владенчатом Дежно Верховая езда Отлично Коняшку мы ему Купить можем Без проблем Поэтому мы возьмем Дешевенькую Дешевенькую Коняшку Слушайте А дешевеньких Тут и нет Но возьмем за 400 Тогда Что ж Мне не жалко Для своих Людей Коняшку купить Отряд Бундук Привет Тем более Для арбалетчика Арбалетчика Это здорово Да Снаряжение Слушайте Это коняшка Не лучше моей Случайно Это коняшка Лучше моей На катайся на это А я себе Такую возьму Я все-таки должен Прикручить своих типов А ну что ж Ребят На этом мы закончим Этот эпизод Всем спасибо за просмотр Я очень рад Что вы досмотрели его до конца Если вы выдержали В общем-то я старался Если вам понравился Этот эпизод Ставьте большие пальцы вверх Пока ребят Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok